И вот до нас наконец-то добралась наша гостья. Это Ольга Бархоткина, она руководитель офиса агентства недвижимости. Ольга, вас приветствую, здравствуйте. 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 Вот такой сразу нескромный вопрос. С какими рисками сталкиваются покупатели при продаже, либо, не знаю, покупке квартиры в жилье? Почему нескромный? Сходу тоже? Да. Почему нескромный? Нормальный вопрос. Вы знаете, я думаю, что этому вопросу можно было бы посвятить целую передачу, да, но так как у нас немного времени, скажу, что как для покупателя, так и для продавца любая сделка недвижимости несет в себе какие-то секреты, в том числе какие-то подвохи. Ну, в первую очередь, с особой тщательностью стоит проверять сделки недвижимости и подходить к сделкам, которые совершаются по доверенности от собственника. Лучше всего созвониться, проверить, действительно ли такой человек давал ту или иную доверенность, при каких условиях дана эта доверенность, То есть, кто, кем приходится человек, на которого дана доверенность, родственник, знакомый или это вообще абсолютно посторонний человек. Особо, наверное, трепет вызывают доверенности, которые высланы с других стран, то есть, которые требуют участия переводчика. Не секрет, случается договоренность между переводчиком и тем человеком, на которого дана доверенность. И, допустим, если хозяин квартиры просит в доверенности перечислить денежные средства ему на счет, то здесь может быть обратное. С первого сигнала, чтобы сомневаться. Вот таким образом. Поэтому рисков очень много. Это и аренда недвижимости в том числе. На сегодняшний день очень часто люди сдают квартиры полностью мебелированные, и с техникой, и даже с посудой. Случается так, что люди вечером договорились, и арендаторы дали небольшой задаток, тысячу-две, ссылаясь на то, что сегодня нет полной суммы. Буквально завтра будет зарплата, люди передали ключи, а наутро обнаружили, что квартира пуста. Без мебели, без человека, соответственно, без всего, что в ней было. То есть надо брать за первый месяц целиком или за несколько месяцев целиком сумму? Вы знаете, сейчас уже к нам пришла такая новая практика, как депозит. То есть если в квартире есть дорогая бытовая техника, мебель, посуда, очень многие хозяева берут за даток определенный, это и 15, и 20, и даже 30 тысяч рублей, особенно если квартира в идеальном состоянии. То есть помимо арендной платы, бесспорно, по окончании срока аренды они вернут эти деньги арендодателю. Но тем не менее, каждый из сторон, в первую очередь, конечно, арендодатель, он будет спокоен за свою технику и за свою недвижимость. Но мне кажется, в таком случае люди, которые арендуют эту квартиру, будут побаиваться. А не попадут ли они, в свою очередь, на мошенников, которые с этим депозитом куда-нибудь в горы и... Сочи их под отцом. Согласна, Лена. Именно для этого лучше всего прибегнуть к услугам того или иного агентства, заключить договор. Вот поверьте, это будет в первую очередь определенного рода гарантиями, как для той, так и для другой стороны. Очень часто люди договорились на словах, толком не посмотрели ни паспорта, ни документы на квартиру, кто им сдал квартиру, а действительно ли это собственник и так далее. Здесь можно говорить очень много. Именно договор, который подписывает арендатор и арендодатель, он определяет те положения и те условия, на которых люди договорились сдавать данный объект недвижимости. То есть агентство все это проверяет самостоятельно? Бесспорно. Мы никогда не подпишем договор. Были ситуации, когда заходит, допустим, молодой человек и говорит, это квартира моих родителей, но они сейчас на даче. В этом случае мы вынуждены отказать молодому человеку, потому что он не является собственником. В противном случае у него должна быть доверенность от родителей для того, чтобы он имел право сдать эту квартиру в аренду. Вот таким образом, да. Скажите, а у вас были случаи, когда к вам в агентство приходили люди, а потом выяснилось, что они, например, мошенники? Да, конечно. Вот какой-то можно привести, например, самый такой, может быть, вопиющий, наглый, что хотели люди? Немножко напугаю, может быть. Ну, у нас была клиентка, которая нашла в интернете квартиру крайне недорогую. То есть квартира отличалась по стоимости от подобного рода объектов, где-то тысяч на триста. И, тем не менее, она настоятельно захотела ее посмотреть при нашей помощи. Мы приехали на эту квартиру. Собственно, сразу по тому, кто приехал ее показывать, было понятно, что с квартирой что-то не так, что это, ну, не собственники. То есть приехали молодые ребята, их было около пяти человек, да. Вот. Первый вопрос, который я задала на квартире, продается ли данная квартира по доверенности? Да, продается по доверенности. Тем не менее, данная клиентка пожелала ее купить. Проверив доверенность, мы выяснили, что доверенность была выдана в 2013 году. К сожалению, собственник умер в 2011, двумя годами ранее. Соответственно, она была подписана каким-то другим человеком и сделана даже не в Ангарске, а в другом городе. Поэтому мы отказали данному покупателю в оформлении этого объекта недвижимости. При наших... Все серьезно. То есть мертвые души фигурируют частенько, да, по-моему, человек? Частенько, абсолютно часто. А какие-то прописанные родственники, которые, ну, вот дети, в частности, о которых вот собственник покупает квартиру, может не знать. Такие моменты тоже, наверное, могут быть? На сегодняшний день, да, Лен, вы абсолютно правы. На сегодняшний день, к сожалению, справка ЖЭКа о составе семьи и о движении является необязательным документом при регистрации сделки купли-продажи. Или вообще просто при отчуждении квартиры. Поэтому люди, когда идут на сделку, они могут увидеть пустую домовую книгу, что действительно никого нет. Но на самом деле, по факту, в квартире могут быть прописаны и несовершеннолетние дети, и какие-то родственники, и вообще даже чужие люди, которых, может быть, временно на каких-то условиях поставили на регистрационный учет. Люди рискуют купить квартиру с чужими людьми, прописанными в квартире. Бесспорно, агентство недвижимости, любое уважающее, солидное агентство недвижимости, оно не только проверяет, но и предоставляет и показывает перед совершением сделки такую справку о составе семьи. Там может быть кто-то прописан, но обязательно тогда заключается дополнительное соглашение о том, что данные люди обязуются сняться с рег учета в определенные сроки. Вот таким образом. Хорошо, вот три простых правила, чтобы обезопасить себя от всех рисков. Мне кажется, оно, наверное, одно. Обращайтесь в агентство недвижимости. Три простых правила. Ну, хорошо, давайте три. Ну, в первую очередь, я соглашусь с вашей коллегой, Ваня. Это, конечно, это агентство недвижимости, которое понесет ответственность и прогарантирует вам, как чистоту сделки, да, купли-продажи, без проблемности ее в будущем, в дальнейшем, отсутствие прописанных лиц, отсутствие задолженности. Помимо всего этого, если вы оформляетесь или решили оформиться вдруг сами, я бы советовала людям потратить немного своего времени и, может быть, обойти соседей, прийти вечером побеседовать на лавочку, где любят посидеть бабушки, да, и спросить, а действительно ли вот этот молодой человек, который продает, может быть, по доверенности квартиру, действительно ли это внук той или иной женщины, которая якобы куда-то уехала и так далее. И кто вообще проживал в этой квартире, и что они знают, может быть, о предыстории. Потому что соседи очень часто могут рассказать, ну, гораздо больше, наверное, чем даже те же самые риэлторы. Погружаемся в среду, узнаем у соседей, что там происходило. Посаживаемся к бабушкам на лавочке. Второе правило понятно. И последнее? Ну, и последнее правило. Я думаю, что это все-таки сведется к тому, чтобы не оформлять квартиру или любую другую недвижимость самостоятельно. Все-таки приведет к первому. Это вот в любом случае так. Довериться профессионалам, да, которые в этом понимают. Конечно. Ольга, а правда, что у риэлторов есть вот профессиональный сленг? Ну, да, конечно. Я тут смеялся уже. Да, вы тут выписали. Карлсон. Для меня Карлсон это, не знаю, человек, который живет на крыше. Да. Кто такие Карлсоны вообще? Ну, на самом деле, вот только сейчас от вас слышу такое выражение, могу только догадываться. Скорее всего, может быть, это квартира с какими-то призраками, привидениями. Бывает такие нет. Почему нет? Нет, на самом деле, бывают действительно квартиры, в которых что-то произошло, в том числе, может быть, даже и убийство. И, поверьте, такие объекты недвижимости, они все равно выставляются на продажу. И, конечно, те же самые соседи, да, средства массовой информации, они рассказывают так или иначе. Иногда мы знаем, что мы продаем. И сказать об этом покупателям мы просто не можем, не имеем права, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы человек чувствовал себя как-то тяжело в новом доме, в новой квартире. Поэтому я думаю, что, скорее всего, имеется в виду именно это. Нет. Карлсон. Карлсон – это покупатели квартир в Финхаусе. А, даже так, ну, видите. А, я хочу быть Карлсоном. Да, мне кажется, Карлсоном все хотят быть. Давайте тогда поиграем дальше, да, раз уж так получилось. Попроще. Зыкина, но бабкина. Тоже не узнаете, не знаю, не могу. Хорошо, давайте проще. Квартира. Вася, Ваня. Да, проще, да проще. Давай расскажу, что это. Зыкина, но бабкина – это хороший, но переоцененный объект. Даже вот так. Да, это, видать, с таким уже обычным жиром. Аббревиатуру точно все знают. Тараканы, квартира с тараканами. Ну, это проблемная квартира. Это, как правило, квартира, которая вызывает вопросы, те же самые доверенности, прописанные лица, третьи лица и так далее. То есть там, где есть какие-то проблемы, которые всплывут, скорее всего, в дальнейшем, даже после совершения сделки. Правильно. Отлично. Ольга, что такое гнездо дятла? Гнездо дятла – это тоже наша профессиональная лексика. Ну, вы знаете, вот, видимо, как-то мы вот… Разминулись. Более порядочные, да, филтеры. Гнездо дятла – это бестолковая по планировке квартира. А дрова? Дрова. Ну, дрова, я думаю, это примерно то же самое, только это, как правило, имеется в виду квартира в плохом состоянии, либо квартира, которая, ну, не ликвид по-нашему, то есть находится в каком-то районе, который впоследствии будет проблематично продать. Немножко проще, это деревянные перекрытия. А, даже вот так вот понятно. Лена завуалировала там, знаете. Это не я, это вот какие-то риэлторы, которые там все придумали. Хорошо, вангардские, как говорят? Ну, не знаю. Есть вот что-то в профессиональной сфере? Ну, профессиональное. Если говорить о планировках квартиры, крупняшка, да, крупная. Распашонка, да? Распашонка – это планировка квартиры, да. Хруща – это хрущевка, да. Да, иногда, когда мы говорим, как, покупатели спрашивают, как состояние квартиры, мы говорим бабушкина. Это значит, квартира чистенькая, без особых изысков, без евро-ремонта, но, тем не менее, в нее приятно зайти, да. Ну, вот, простая квартира, вот так. Ольга, у нас с вами состоялся такой интересный разговор, и познавательный, и веселый, и посмеялись, много нового узнали. Спасибо вам, что вы ходите к нам в гости уже в 2-м раз. Пожалуйста, да, да, приходите к нам еще. Я думаю, что в сфере недвижимости можно, ну, целая куча тем, которые можно обсуждать, и это хватит ни на одну программу. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, всем желаю приятных покупок в сфере недвижимости. Спасибо.